Добрый вечер! Я рад, что вы еще живы, еще не заснули и не замерзли. Значит, поскольку я по отцу родом с Украины, маленькое стихотворение, посвященное храму Андрея Первозванного в городе Киеве. Тот самый, про который писал Булгаков. Булгаков Пылает вдаль крестов костры, как часовой того дозора, что смотрит ворога с горы, стекает книзу позолота и куполов голубизна. Он веры ставился оплотом, а вера в нем заключена. Тех, чьим талантом он поставлен, кто шел к нему за красотой, он крепко в память мою вставлена жившей дерзостной мечтой. Пусть время мчит непоправимо, он вечно светит предо мной. Он вставлен в Киев, в Украину, в отчизну, в этот шар земной. Сегодня прозвучала песня Монорага, песня Леонида Курбатова. У меня есть небольшое посвящение Леонида Курбатова, оно не очень длинное. Увы, не пройдешь по воде Акипосуху, Гитары уже не придавишь лады. Пророков мы чтим не по тяжести посоха, а по предсказанию грядущей беды. Твой Армагеддон — это точка на местности, к ней нужно провешать надежный маршрут. Жил рыцарь, нетрезвый, изящной словесности. Но в марте однажды не встал по утру. Мы мчались сквозь все переливальные наледи, себя не щадя и машин не щадя. Но поздно. Стаканы прощальные налиты. Из гроба торчит только шляпка гвоздя. Диагноз, медэксперт сказал, пневмония. Наверное, правда, да только не вся. Как вдруг на поминках тебя оценили, когда ничего уже сделать нельзя. Тебе помогали, лечили, терпели, ворчали. Как все-таки с ним тяжело. Стихов не печатали, песен не пели. Ну, завтра успеем. Вот, завтра пришло. Бессмысленно каяться. Плакаться поздно. Что толку от слез и соленых соплей? Твой путь пролегает, как прежде. По звездам. Прости нас за все. И чуть-чуть пожалей. Небольшое посвящение коллегам. Я сегодня слушал стихи поэтов. Ну, написано оно после Эльменского фестиваля. Но это посвящение именно вот этим ребятам, которые сегодня читали прекрасные стихи. Ну, что ты, милый, это ж слово. Ни лук, ни меч и ни проща. А ты твердишь и вновь, и снова, иного смысла в нем ища. Твердишь, как Господу взываешь. Твердишь, как дьяволу сулишь. И совершенно забываешь, что это слово только, лишь. Оно не кормит и не поет, не веселит порой, увы. Оно лишает нас покоя, а может, даже головы. Оно не властно над деньгами, над женщиной, над суетой. Оно нас делает врагами с достойной жизнью и простой. Твой разум мечется, как крыса, что в трюме выследил матрос. Родне внезапно приоткрылся. О здравии твоем вопрос. А ты в упорстве, подходящем для более достойных дел, твердишь о слове, настоящим. Ах, как ты, милый, надоел. Уймись, займись, наймись, продайся. А вот сгодишься для чего. Но под ногами не болтайся у бизнес-брата твоего. Твоё послание сурово, в нём огонь из уст и огонь из рук. Как там в начале было слово? А знаешь, пробуй. Ну а вдруг? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова